Давайте я сейчас скажу некоторые вещи, которые вы все заметите на себе. Вот смотрите. Когда человек живёт в большом городе, то постепенно он начинает чувствовать, что у него чувствительность, нервозность такая, как бы напряжённость в жизни начинает нарастать. Ему тяжелее и тяжелее становится жить. Он чувствует, что может быть у меня семья. То есть, естественно, человек неправильно это всё трактует. Может быть, у меня не тот человек рядом со мной. Может быть, я не в той стране живу. Что-то мне плохо становится. Понимаете, человек не может понять, что плохо, почему так плохо. И он начинает делать выводы. Может быть, это тёща во всех моих проблемах или свекровь виновата. Или, может быть, мне не хватает чаги. То есть, если бы чага была в моей жизни, тогда бы всё изменилось. Это всё искусственное мышление, потому что на самом деле существуют какие-то системные проблемы внутри нас, которые надо решить, живя в большом городе. И главная системная проблема заключается в том, что в большом городе человек теряет способ внутренний переключиться на то, что наполняет его силой. Ну, то есть, он всё время себя расходует. Люди думают, что когда я прихожу домой к жене и к детям, там я наполняюсь силой. Это иллюзия. Мужчину, женщина расходует, а не наполняет. Женщину, мужчина расходует, а не наполняет. Дети, хоть и дают счастье, они дают счастье в целом, но тоже расходуют. Ну, то есть, человек теряет силы на работе, теряет силы в отношениях с детьми, в отношениях с родителями, в отношениях с мужем и женой. Результат. Есть разные виды силы. Вот, допустим, если человек чувствует, мне не хватает что-то концентрации внимания, я устаю, нет сосредоточенности, может быть, я питаюсь неправильно, или, может быть, работа мне не подходит. То есть, он начинает делать вот такие выводы, чаще всего. То есть, делает выводы в соответствии с своим пониманием жизни. Понимаете? Или, допустим, человек чувствует, что у него нарушается сон, или он начинает капризничать, нервничать, раздражаться, думает, что-то у нас не клеются отношения. Вот. Всё это означает только одно – нехватка энергии природы. Человек не переключается, то есть, он очень сильно зашорен на своих делах. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну что, как бы это все, что ли, у всех вот эти проблемы? Абсолютно у всех людей, кто живёт в городе и не умеет переключаться. Вот у всех, понимаете? Просто у всех разные проблемы. Одни чувствуют напряжение психическое, у них увеличивается чувствительность, раздражительность, они начинают ругаться больше. Другие, у других снижается тонус, они не могут подняться с постели нормально. У третьих увеличивается давление, там начинает скакать, или у них страдает пищеварение, или они начинают сильно поправляться, или они начинают чувствовать, что, как бы, депрессия какая-то развивается, или чувствуют себя, как загнанная лошадь вообще, вот тяжело жить становится. Что люди делают? Они начинают очень сильно погружаться в то, чтобы пытаться как-то это напряжение с себя снять. То есть, что люди делают? Курят, выпивают. Что такое курение? Это попытка снять нервное напряжение. То есть, напряжение от неумения отдыхать. Что такое выпивание? Почему человек выпивает? Это попытка снять напряжение от нехватки любви. Вот когда человек не хватает любви, он выпивает. Когда он хочет снять нервное напряжение, он курит. Ну, то есть, также люди стараются это делать с помощью телевизора, потому что, когда они смотрят телевизор, им как-то становится легче, и они думают, что при этом они пополняются. Но что реально происходит? Если правильный телевизор, ну, то есть, если правильная передача, там всё правильно, то там много как бы любви, радости, человек испытывает чувство какой-то радости, да, любви, ему приятно посмотреть. И что это происходит? Когда есть любовь, то она перераспределяет энергии в организме, какие есть. Вот если любовь, она перераспределяет всё, так же чага, лекарство, всё перераспределяет, но энергии больше не становится. То есть, телевизор больше энергии не даёт, лекарственные травы больше энергии не дают. Сигарета, тем более, и спиртное, это просто разрушает человеческую жизнь. Понимаете? Если вы идёте в парк отдохнуть, ну, там эти все горки всякие там, то есть, что происходит? Резкое перераспределение энергии, то есть, вау, допустим, испуг там, или ещё что-то вы испытали, какое-то сильное чувство, это просто перераспределяет энергию, которая у вас есть. Но что человеку даёт энергию, которая у него заканчивается? Только природа. И мы этого вообще не знаем. У нас, понимаете, у нас микросхема вообще выключена на это. Вот человек думает, мне надо сходить на прогревание. Он идёт и получает электромагнитные волны там какие-то. Эта энергия, это как всё равно, что пить из унитаза, понимаете, воду. Это тоже, унитаз тоже вода, но она грязная, понимаете, её пить нельзя. Также есть энергия Солнца. Когда Солнце попадает на Землю, то её энергия трансформируется в электромагнитные волны. Эти электромагнитные волны никогда человека не лечили и не лечат, потому что это уже энергия, которая, ну, она может только портить жизнь, понимаете? Ну, почему, скажете, мне поясница лучше стала, когда прогревание сделала? Я сейчас объясню. Вот когда электромагнитные волны на поясницу влияют, то происходит очень большой стресс в организме. И во время этого стресса организм думает, все на борьбу с Деникиным. И то есть начинают там эту поясницу лечить весь организм. То есть происходит очень сильный выброс энергии. И в результате поясница становится лучше. Но сил становится меньше. И когда вы в следующий раз идёте лечить поясницу, то энергии уже нет, поэтому она превращается в хроническое заболевание. Понимаете, люди знают, что если часто на прогревание ходить, почему-то всё в хроническую форму превращается. Причина? Потому что ни прогревание, ни травы, ни вино, ни сигарета, ни фильмы хорошие человека не лечат. Это всё может как-то помочь, если есть силы. А силы берутся только от природы. И что это за силы? Давайте изучать. Вот смотрите, допустим, море или река даёт человеку спокойствие, способность нормально общаться с людьми. У женщин улучшаются гормональные функции. Налаживается, то есть бесплодие означает не хватает энергии воды. Женщина может очень много, допустим, лечиться. У кого вот у женщины бесплодие поднимите руку? Ну, не можете никак зачать ребёнок. У вас не хватает энергии земли, девушка. У вас не хватает энергии воды на 100%. Просто если вы начнёте в бассейне плавать, да, вы начнёте в бассейне плавать, сразу начнут налаживаться гормональные функции. Понимаете, у вас жар в теле. Вы даже когда спите вечером, ложитесь спать, вам плохо. У вас повышенная эмоциональность. Вы как бы чувствительный очень человек по природе. Это признак нехватки энергии воды. Есть люди, с которыми вы не можете общаться нормально. Просто не можете. Вот причина. Неправильный образ жизни. Переключатель не срабатывает на наполнение. Понимаете, вот, допустим, взять маленького ребёнка. Ребёнок плачет, допустим, да? Вы же не думайте, он мне не подходит, этот человек вообще. Пошёл вон. Вот. Или второй вариант, как бы, плачет, кричит. На прогревание, что ли, его сводить. То есть, у вас есть только два варианта. Три варианта. Первый вариант. Он хочет кушать. Сисью дала, всё равно плачет. Значит, второй вариант. Он хочет спать. Ну, так, поусыпляла, спать не хочет. Сисью дала, так не сосёт. Спать не хочет, орёт. Вот, третий вариант. На улицу. На улицу вы его? Спит. Всё. Три варианта. Больше никаких вариантов нет. Правда? Ну, то есть, ребёнку нужно что? Нужно наполнить его чем-то. Понимаете? И вы вот понимаете, что ребёнку, нужен ребёнок, чтобы хорошо рос, развивался, надо его обязательно возить на улицу. И поэтому в парках гуляют только два варианта людей. Ну, помимо ещё тех, кто там спортом занимается, ведут здоровый образ жизни. Их таких меньше. В основном, тех, кого на улицу вытаскивают собачки. И второй вариант – те, кто на улицу вытаскивают грудные дети. Ну, потому что они ещё настолько тупые, что они не понимают, что это всё некогда вообще. Какая улица, надо делами заниматься. То есть, они тупые настолько, что они просто хотят. Хочу жить и орёт. Ну, а мы умные, понимаете, поэтому... Вот, допустим, насколько мы умнее животных, сейчас вам объясню. В Священных Писаниях, в Ведах говорится, что пища, которая подходит человеку, можно определить её только одним способом. Это когда её нюхаешь. И поэтому все животные всегда перед тем, как есть пищу, нюхают её. Вот корова, она прежде чем есть, нюхает. Я пробовал, я ей нос затыкаю, она не ест. Понимаете? А мы сначала едим, а потом уже нюхаем. Знаете, что это такое съел вообще? Что за запах вообще? Кошмар какой-то. Видите, в чём разница? То есть, животные настолько тупые, что они делают всё, как надо. Потому что природа им подсказывает. И дети точно так же, они плачут, потому что им нужна, ну, чтобы расти, нужны силы. А им силы не дают, он орёт, он не знает, где их взять сам. Мама должна знать. И мама тоже особо не знает, просто она пробует. Раз, на улицу понесло, успокоился. Поднимите руку, у кого вот ребёнок на улице выведешь, и раз, легче становится, успокаивается. И вы поэтому на улицу, да, и ходите. И сами заодно заряжаете, то есть энергии природы. Понимаете? Ребёнок, когда подрастает, он уже не будет плакать. Он просто бежит на улицу сам. Он говорит, мама, я хочу гулять. И всё. Почему? Потому что он растёт, развивается. Беременная женщина, допустим, токсикоз. Что такое токсикоз? Вот у нас много диссертаций на это дело написали. Токсикоз – это очень просто. Это означает, что точно так же, как дым, когда горит в костре, да, почему он горит, дым идёт, почему идёт дым? Потому что не хватает огня и воздуха. Вот если огня и воздуха сделать больше, то вся вода там и всё, всё ненужное быстро начинает испаряться, и дыма нет. Точно так же и у женщины, понимаете, с ребёнком. Она, когда беременная, у ней на двоих нужен расход энергии огня в организме. Есть энергия огня, которая занимается синтезом, понимаете. Если ребёнку не хватает этой энергии, он начинает выделять такие вещества, что матери плохо становится. И когда плохо становится, она что делать должна? Она должна длительно идти по свежему воздуху, просто гулять. Она движением вырабатывает энергию огня и дышит воздухом, в результате огонь горит без токсинов, без дыма. Это говорит древняя медицина. Очень просто. Вот токсикоз начался, иди гуляй на свежем воздухе, всё. Будешь гулять долго, токсикоза не будет меньше, будешь гулять, будет меньше токсикоза. Но всё равно будет надо гулять достаточно долго. Поднимите, кто из вас беременна, у кого токсикоз. Есть? Гуляете, значит. Ну всё, видите, сколько вы гуляете каждый день? Есть? Сколько всего по времени получается? Четыре часа. Четыре часа беременной женщины нормально, для того, чтобы не было токсикоза. Я беременна, Олег Иванович, у меня токсикоза нет. Отлично, молодец. Вот всё, видите, вот одна беременна, и тут токсикоза нет. Почему? Потому что слушает лекции, изучает, как правильно жить. А те, которые беременны с токсикозом, они на лекцию просто не пришли. Силы мне. Итак, мы с вами изучаем очень важную тему. Почему мне так плохо жить в Узбекистане? Поняли, да? Потому что мы всё время мыслим немножко более высокими категориями, понимаете? Вот представьте, ребёнок сосёт сисю и философствует. Может быть, минеральных веществ у мамы не хватает в этом молоке. Ну, не философствует. Он просто кушает, спит и гуляет, и всё. То есть он наполняется, понимаете, и так далее. И поэтому он счастлив. Он наелся, ну, хорошо. Улыбается лежит, прогулял, улыбается. И поспал, улыбается. Но взрослый человек, как бы, спим мы достаточно в основном. Но некоторые люди и спят мало. Это плохо. Меньше 7 часов, когда человек спит, у него копится напряжение в теле, раздражительность. Ну, тогда надо, значит, спать. Я думаю, что те, кто пришли на лекцию, точно, ну, у них проблем с недоеданием нет. Это вторая, по-моему, сися, как бы, сон. И ещё, а что осталось третье? Гулять на улице, да? Вот. Понимаете, это третье осталось. Вот здесь проблема у всех. Потому что люди не знают, зачем это надо. И так мы изучаем. И так энергия воды. Почему я начал с энергии воды? Потому что у вас было очень жарко здесь. И вам всем сейчас не хватает энергии воды в организме. Солнце забирает энергию воды, испаряет воду. Из организма тоже. Есть вода, а есть энергия воды. Энергия воды – это не вода. Что такое энергия воды? Это когда на море приезжаешь, допустим, на курорт, и люди все такие, знаете, ходят. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, балдеет. Поэтому людям, люди как бы на море хотят приезжать, что? Потому что, ну, хорошо так, все такие вальяжно ходят, общаются хорошо друг с другом. Это энергия воды. И поэтому даже люди, которые возле моря живут, они такие, знаете, расслабленные, такие вальяжные все. А континентальные люди, они такие подтянутые, напряженные немножко. Понимаете? То есть они разные. Есть энергия земли, но люди, которые возле моря живут, они немножко эмоциональные, более эмоциональные. Они могут быть такие немножко неуравновешенные, понимаете? Слишком много общений, может быть, неправильное общение. А люди, которые живут на континенте, у них много энергии земли, поэтому они более спокойные, сдержанные такие. Понимаете? То есть жизнь рядом с водой, нерядом с водой дает свой отпечаток. Но, ну, понимаете, есть еще энергия земли. Мы об этом тоже поговорим. Итак, смотрите, если у вас дисфункция органов, аритмия там сердца, дисфункция желчеводящих протоков, дисфункция по-женски, если вы не можете нормально договориться с мужем, ругаетесь, да, не можете по-добрым, по-мягкому пообщаться. Некоторые говорят, у меня плохой характер, Олег Геннадьевич, я не могу с мужем общаться. Вот если в компьютере электричество кончилось, я его закрываю, блин, плохой характер у компьютера, какой-то некачественный компьютер вообще попался. Он не работает. Ну, я просто надо сеть включить просто, и все, чтобы работал. Вот если человек не включает сеть, то есть он не наполняется энергией воды, он не может быть, в принципе, добрым. Потому что доброта – это энергия воды, понимаете, то есть он в результате, вот после лета много людей эмоциональными становится, там все конфликты наступают. Почему? Потому что перегрев. Понимаете, я вам говорю, элементарные вещи, которые мы не знаем, у нас системные нарушения в сознании. Я поэтому очень много внимания этому уделяю сейчас вам. Потому что после лекции вы вопросы мне будете задавать, и вы увидите, что все равно ничего не поняли, ну, глубоко. Потому что вы опять будете говорить не одно и то же. Олег Геннадьевич, у нас с мужем несовместимость. Я говорю, у вас несовместимость, у вас не хватает энергии воды. Просто в бассейн ходите, если здесь как бы нет речек, допустим, сухой климат. Или найдите речку, купайтесь там, периодически раз в неделю хотя бы ездите. Или просто в ванне, допустим, лежите по вечерам тёплой. Если у вас такая проблема, то есть надо наполняться же этой энергией, иначе вы не будете нормально жить. То есть можете другие варианты придумать, там, что делать с ребёнком, который орёт. Но ему нужно просто на улицу, понимаете, и вы ничего не придумаете. Потому что она также и здесь, если не хватает энергии воды, значит, надо наполняться ей. Но самая главная проблема заключается в том, что мы атрофировались в восприятии. Когда человек что-то не любит, он этим не может наполниться. Вот мы сегодня ехали на машине, я говорю, главная проблема заключается в том, что люди, которые... Мы ехали вдоль аллеи, деревья красиво росли. Я главная проблема, говорю, заключается в том, что люди не видят этой аллеи просто. И поэтому не любят её, и поэтому они не могут ей наполниться. Понимаете, человек, когда зашаривается, работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор, он не может как бы включиться ни во что остальное. Этот человек не может быть здоровым просто, в принципе, и успешным. Потому что успех идёт от силы. Вот, допустим, вы идёте на рынок покупать собачку себе, да? Вот одна собачка, она породистая, это крутая. Ну, вообще, там грамоты такие крутые, она такая... Ну, полудохлая такая стоит, как бы. Не очень успешная. Почему? Потому что она... Ей не хватает движения, энергии природы. Она там зашоренная, видно, возле телевизора сидит целый день. Вторая собачка, вы как бы на рынок идёте, она такая, крепенькая такая. Бах! Ну, не породистая. Какую будете выбирать? Дохлую и породистую, или крепенькую и не породистую, а? Какую? Крепенькую и радостную, да? Так? Вот успешная собачка. Почему она успешная? Потому что она наполненная. Яблочко, когда берёте... Вкусное должно быть, да? Наполненное. Представляете, такое сморщенное яблочко. Но очень хороший сорт. Будете есть, нет? Нет. Надо крепенькое, да? Крепенькое означает наполненной энергией природы. Собачка крепенькая, радостная, значит, наполненная энергией природы. А значит, успешная. Потому что всем нужна. Представляет замученный человек. Хорошо, другой пример приведу. Маленький ребёночек такой, пухленький, крепенький. Все попу целуют. Но бабушку попу никто не целует. Почему она уже не такая пухленькая, крепенькая, понимаете? Не наполненная. Вот и всё. А если бабушка будет крепенько, пухленько и наполненная, то не факт. Хорошо, вы услышали меня. То есть нужна энергия природы, поняли, да? Ну, чтобы быть успешным. Хорошо. Двигаемся дальше. Так энергия воды. Как её получить? Мои хорошие, понимаете, мы атрофировались. Мы не чувствуем эту энергию. Вот если человек чувствует эту энергию, он даже в Ташкенте в летние месяцы не будет перегреваться. Потому что есть с энергией воды связь, может быть, ещё на тонком плане. Тонкий план или психический план. То есть у нас есть психические связи с тем, что мы любим. Понимаете? Если человек что-то любит, он получает от этого силы. Вот, допустим, мать получает силу от своего ребёнка, потому что она его любит. На расстоянии даже. Она вспомнила о нём. Ой, хорошо. Слава Богу. Вот, понимаете? То есть мы получаем силу от того, что мы любим. Но море мы не любим, потому что мы об нём забыли. Или воду, допустим. Вот кто из вас вспоминает воду, допустим, море? Поднимите руку. Ну, круто. Это значит, вы лекции мои слушали. А так вот, кто из вас лекции не слушал, всё равно вспоминал. Видите, несколько человек всего. Остальные все люди просто живут и всё. И не понимают, зачем это надо вообще. Чего вот это всё вспоминать? Серой птицей лесной Из далёких веков Я к тебе прилетаю Беловежская пуща Зачем? Затем, чтобы наполниться. Он поёт в песне, что когда мне плохо, когда мне тяжело, Я что делаю? Серой птицей лесной Я к тебе прилетаю. То есть он вспоминает лес. Здесь родительский дом. Вот. Он говорит, что я там вырос. Я это чувствую, эту энергию природы. Когда мне плохо, я к ней прилетаю. То же самое, другая песня. На дальние станции сойдут, трава по пояс. И хорошо с былым наедине. То есть своим детством. Бравить в полях ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине. Ну то есть наполняться. Здесь всё моё и мы, и мы отсюда родом. И Васильки, и я, и тополя. Зачем человек туда поехал? На дальние станции сойдут. Зачем он туда поехал? Отдыхать. Переключаться. Иначе жизни нормальной не будет. Но проблема заключается в том, что большинство людей не тянет в памяти. Ни в лес, ни на море, ни на землю. Ни куда. Только к телевизору. Это означает, что у него что-то с головой произошло не то. Потому что человек телевизор не наполняет. Там нет энергии природы. И вы так сильно будете хотеть море, бесплодие закончится. Это гарантия. Гарантия. Да? Гарантия. Я видел много примеров на это. Нет памяти. Нет включения в ту силу, которая нужна для здоровья. Всё. Следующая энергия земли. Земля даёт человеку покой. Нарушение сна означает нехватка энергии земли. Особенно, когда люди живут высоко в городе, высоко над землёй. Контакт нарушается. Они как в воздухе живут всё время. ДЦП. Аутизм у детей. Нехватка энергии земли. Что это такое ДЦП-аутизм? ДЦП – это когда психика перенапряжена. Вернее, когда мышцы перенапряжены. А аутизм – когда психика перенапряжена. ДЦП-аутизм означает перенапряжение всегда у ребёнка. Причина – нехватка энергии земли в организме ребёнка. То есть нет контакта с землёй. Связь с землёй нет. Земля расслабляет человека. Поэтому люди спят на земле, они расслабляют. Лежать на земле – это процедура, понимаете? Лёг на землю, расслабился. Сейчас люди вообще говорят, на какой-либо земле нельзя лежать, Олег Геннадьевич, что-то простынешь там, ещё что-то с тобой. На земле нельзя, это же опасно. Можно на поле уритании лежать, допустим. На земле нельзя. Знаете, атрофировалась у нас, мы атрофировались в этом плане. Мы не понимаем, зачем нужна земля. Земля даёт спокойствие, человек терпение. Человек не терпит что-то, не хватает энергии земли. Нарушение сна, воспалительные процессы все. И когда чрезмерно в организме идут, не хватает энергии земли. Воспаления какие-то идут. Девушка у вас в чёрном, вот нет воспалений никаких? Вот вы, да. Нет? Энергии земли не хватает. Нужно больше земелькой контактировать. Потому что если начнётся воспалительный процесс, трудно будет остановить. Не хватает энергии земли в организме. Ну просто я вам говорю, потому что я это вижу. Ну и не только у вас, у многих людей. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что вот девушка тоже вот так вот руку делает на втором блее. Да, у вас тоже не хватает энергии земли. Да. Панические атаки. Панические атаки. То же самое. Тоже, да, напряжение сильное. А напряжение в теле. Напряжение. То есть огонь скапливается в организме. Воздух скапливается, напряжение скапливается, взрывается организм. Не хватает энергии воды и земли. Ну воды у вас более-менее нормальная энергия. А вот земли не хватает. Сон нарушен? Да. Ну вот это нехватка энергии земли. Понимаете? Не нужна земля, контакт с землёй нужен. Понимаете? Ходить. Ну то есть, не то, что вот, как бы, в землю надо зарыться. Понимаете, это мы ещё успеем. Как бы, человек должен понять, что ему не хватает на самом деле. Ему не хватает просто движения на свежем воздухе. Когда человек радостно там, допустим, в ботаническом саду, классный ботанический сад в Ташкенте, приехал, допустим, погулял, всем пожелал счастья. Всё, что надо организму, он сам в себе всосал всё. Не хватает энергии земли, он его возьмёт. Не хватает воды, он возьмёт организму. Всё надо, он всосёт, потому что там всё есть. Там есть и солнце, и земля, и вода. Всё есть, понимаете? Вода во влажном воздухе есть, можно, допустим, утром гулять. Но, допустим, почему тянет утром на улицу в Ташкенте, летом, когда очень жарко, и тянет вечером? Потому что, да, человек, с утра очень много влаги в воздухе. Человек наполняется тем, чему не хватает в течение дня. Не хватает именно энергии воды. Влага вот эта нужна. И человек, когда прогуливается, он чувствует, чем лучше, хорошо. Перебор энергии земли, там, и вода. Перебор? Нет, невозможно. Он неделю назад был специалист по Альведи. Он мне сказал, что у меня выше нормы энергии земли и вода, а энергия огня ниже нормы. Этот специалист по Альведи вам сказал всё неправильными терминами. Сейчас я вам расскажу. Он очень хороший, он не вкусный, он еле-еле, конечно. Да, вот сейчас я вам объясню. Смотрите. Есть энергия земли, воды, огня, воздуха и пространства, которые существуют в природе и даёт нам здоровье. А есть эти энергии внутри нас. И это энергии уже искажённые. Вот внутри нас энергия воздуха превращается в напряжение. Энергия воды превращается в лишний вес и токсины. А энергия огня превращается в воспалительные процессы. Если она застаивается, эта энергия. Вот, допустим, когда солнца слишком много, оно застаивается в организме, превращается в воспалительный процесс. Но само солнце никогда не бывает плохим. Сама энергия чистая. Понимаете, просто когда мы неправильно живём, вот, допустим, если человек, вот приведу пример, много солнца, допустим, в Ташкент, да, много солнца, но человек достаточно много двигается в жизни, жизнерадостный очень. То солнце никогда его не перегреет. Солнце перегревает только, когда мы энергию солнца используем неправильно. Например, жаркий климат, человек начинает много злиться, нервничать. Энергия солнца идёт куда? Идёт не туда. И она превращается в воспалительный процесс. Или, допустим, человек слишком поздно встаёт с постели, когда солнце поднимается. Солнце тоже начинает перегревать человека, когда он спит. И это всё идёт в воспалительный процесс. Это называется Доша Пита по аэровиде. Доша Пита означает... Доша Пита означает «неправильный огонь». Переводится. Здесь сказано, что можно поднять уровень огня, если его не поднять. Видите, вот смотрите, у вас огня и так хватает, потому что вы живёте где, где очень жарко, да? Он вообще удивляет. Вы говорите, что у вас на уровне хватает себя. А знаете, как поднимать уровень огня? А он вам сказал, как поднимать? Я йогу сейчас начала заниматься. А я вам скажу, как поднимать. Вот смотрите, огонь называется «ра-дасть». «Ра» — это солнце, «дасть» означает «давать». «Ра» — это солнце, а «дасть» означает «давать». Когда человек радоваться начинает, у вас просто полтора года назад был тяжёлый период, и вы вошли в депрессию. Депрессия означает отсутствие радости. Это значит, что энергия солнца у вас начала уменьшаться в организме, несмотря на жаркий климат. Ну, то есть, когда вы всем радуетесь людям, радуетесь, это значит, что у вас будет хватать энергии солнца. Он вам сказал это по-доброму, типа, ну, слишком спокойное, а точнее депрессивное. Это я уже говорю, как лектор, да? Ну, то есть, смотрите, давайте мы сейчас глубже эту тему изучим. Когда человек слушает песню, то так как эта песня несёт в себе энергию любви, поэтому человек, слушая песню, глубже понимает тему. Давайте послушаем, что такое солнце. Понимаете, солнце — это не означает просто вот планета, которая светит. Солнце — это радость в человеке. Это солнце также находится в детском смехе, находится в любви, когда любят друг друга. Там тоже солнечная энергия, понимаете? И поэтому на юге люди, если правильно живут на юге, правильный образ жизни, они больше радуются, больше любят, чем на севере. На севере они такие, как бы, радуются, но чуть позже. Вот. А на юге они сразу радуются. Видите, вы как смеетесь. Я только сказал, вы уже смеетесь. Это означает энергия солнца. И поэтому человек на юге обязан, обязан иметь правильное отношение с солнцем. Иначе у него всё это превращается в воспалительные процессы. И он говорит, что-то мне здесь климат не подходит. Тебе ни климат не подходит, ни правильное восприятие мира. Если живёшь на юге, должен быть солнечным человеком. Солнечным означает «ра», «дастным». «Ра» — это солнце, переводится со многих языков. Со многих языков земли древних. Слово «ра» означает солнце. Но это ещё не всё, мои хорошие. Дело в том, что солнце даёт также человеку, женщине, красоту, а мужчине храбрость, мужество, ответственность. Понимаете, это тоже энергия солнца. Вот, допустим, девушка красная, красивая. Красный цвет означает солнце. Красная девушка означает солнечная, румяненькая. Красивая, жизнерадостная. Девушка значит красивая. Красивая, значит, наполняя солнцем. Наполняя, значит, любит солнце, понимаете? Любит солнце. Вот как определить, что девушка, как вот... Сейчас у меня песня такая есть, сейчас вы послушайте. Как стать красивой? Чего смеётесь, серьёзно говорю? Сейчас послушайте, песенку послушайте, поймёте, как красивой стать. Наполняться надо, понимаете? Красивая означает наполненная солнцем. Солнечная. Надо наполняться означать любить природу. Любить. Услышали? Вот смотрите, она теперь, так как солнца много, силы много, у неё даже философски, она всё понимает правильно в жизни, смотрите. Другое мышление совсем, понимаете? Некоторые вот полностью уже как бы всё, как бы, уже всё показывают и всё равно не смотрят. Чё такое? Надо наполняться, понимаете? Если девушка накрасилась, внимательно слушайте, но энергии солнца нет на ней, это значит, что она похожа на противогаз. Понимаете? Противогаз тоже у него там есть разные линии. Но энергии красоты нет, понимаете? Там как бы смысла нет. А где эту энергию будет? Надо радоваться, любить природу, поэтому женщина, она, для чего мужику нужна-то? Вот там, допустим, природу с ней едет, она такая... Так красиво! Ну, то есть она вот так вот, женщина, девушка. И он такой... Тоже как бы наполняется потихоньку рядом женщиной. Представьте, два тупых как бы стоят, то есть одна девушка, другой мужчина. Нафиг ему нужна такая? Ну, то есть девушка должна быть девушкой, то есть она должна наполняться энергией природы, становиться красивой, всё. Если она тупит, значит, пусть одна живёт. Запомнили, да? А запомнили, что больше? И не надо понимать, надо просто идти на улицу. Организм сам знает. Вот, допустим, вы какать хотите, допустим, вам не надо ничего понимать. Вот какать хотите, чем какать конкретно? Тем или тем? Ну, он сам знает, чем какать, чем ему надо, тем и какать. Так он и наполняется, понимаете? То есть он и расходуется, и наполняется тем, чем ему надо. Поэтому понимать ничего не надо. Надо просто идти на природу и всем рады, всем желать счастья. Я вас не обидел. У вас воды не хватает. Вы это понимаете? Огонь перегружен, огня лишнюю. Поэтому позавчера вечером вы поссорились. Из-за огня вы перегрелись просто. Это не потому, что вы плохая, у вас характер плохой. Вы хоть так думать начали после этого. Это просто вы перегрелись. То есть это значит, что Солнца было больше, чем вы радовались в жизни. Всё. Понятно? А? Я не понимаю, что Солнца было больше, чем вы радовались в жизни. Ну, то есть когда Солнце много, надо много радоваться. Понимаете? Это такая обязанность человека. Иначе он не переваривает эту энергию Солнца, она превращается в обиду, в воспалительные процессы. Итак, мы переходим к энергии Солнца. Энергия Солнца даёт человеку красоту, женщинам, ответственность мужчинам. Даёт человеку хорошую усваиваемость веществ. Если у человека плохой контакт с Солнцем означает непозитивное мышление, то у него сразу токсины начинают вырабатываться в организме. Почему? Потому что эта энергия Солнца идёт на воспалительные процессы, а не на то, чтобы быть здоровым. Потому что энергия Солнца плюс жизнерадостность даёт человеку сразу здоровье. А мы почему не жизнерадостные? Потому что некогда, мы работаем целыми днями. Но нужно также понимать, что мы должны наполняться, понимаете, иначе вот такие проблемы начинаются. То есть энергии Солнца много, ты не порадовалась сколько надо, потом дальше на мужа бац, или ещё на кого-то там обида пошла. Энергия Солнца вышла просто и всё. Вот, то есть энергия Солнца даёт человеку вот этот вот микрообмен веществ, хорошую усваиваемость веществ. Люди там начнут витамины пить всякие, думают, у меня минералов не хватает. Минералов не хватает, потому что ты неправильно строишь отношения с энергией Солнца. Если энергия Солнца отношения правильные, оно само добудет минералы из той пищи, которой вы едите. Понимаете? Там вот так вот минералов хватает. Просто у нас неправильно всё усваивается, потому что мы неправильно живём. Я об этом вам говорю. Итак, энергия Солнца. Хорошо, давайте будем глубже как бы разбирать тему, раз вопрос был задан. Мы уже разобрали энергию воды. Если человек, энергию воды, а это желание, доброта по отношению к людям, если человек энергию воды взял в себя, но при этом доброты не испытывает никому, сострадание, нежности, прощение, принятие, вот этого не делает, то это всё превращается в лишний вес, то есть жадность. Лишний вес означает жадность. Вот человек взял энергию доброты и никому не отдал. Больше стал. Что такое? Всё, я чуть поел, потолстею. Надо отдавать, понимаете? Надо отдавать энергию воды, то есть доброта означает. «Заходи, дорогой гостем будешь». Раз накормили кого-то, энергию воды, как бы доброту отдали, лишний вес ушёл. Понимаете? Потому что ты идёшь в правильном обмене, живёшь с людьми, понимаете? Но если ты всё себе-себе, то как бы пошло накапливаться. Ну то есть токсины также означают неправильное взаимоотношение. Вот ты токсично ведёшь себя к людям, у тебя токсины накапливаются внутри. Понимаете? Это неправильный обмен энергии воды даёт токсины и лишний вес. Неправильный обмен энергии земли даёт опухоли. Нет спокойствия в жизни, значит, будет расти не то, что надо. Ну то есть земля означает организм. И почему опухоли начинаются? Потому что не та земля начинает накапливаться внутри. Не та энергия, понимаете? Ну то есть, если, допустим, долго держишь на мужа депрессию какую-то, я бы могла себе найти и получше, я бы могла найти себе и получше. Постоянно так думает человек. У неё копится вот эта энергия, застойная энергия земли ненужной. И это превращается в опухоли. Потом депрессивные мысли тяжёлые, непереваренные. Допустим, человек не может принять судьбу. Ему кажется, что он сделал ошибку, он не хочет уже это, вот так жить, как он живёт. Не хочет, да? А надо. И человек думает, депрессирует. Вместо того, чтобы побеждать судьбу, он начинает расстраиваться, понимаете? Ну, допустим, вы пришли покушать, да, куда-то. Ну, и как бы вы хотели, чтобы одно приготовили, а приготовили другое. И что надо делать? Ну, допустим, это приготовить, то, что вам не совсем подходит. Но если вы будете кушать тихонько, медленно и тщательно пережёвывая, то всё нормально будет. Понимаете, да? Ну, то есть надо принять эту пищу и спокойно есть. Вот мужичёк попался, допустим, вы хотели такого, а он вдруг оказался не таким. Ну, и спокойненько, надо мягенько, как бы, его обрабатывать, пока не станет лучше. Мужички же меняются, то есть можно перевоспитать. Потихонечку, потихонечку. Ну, надо сначала принять. Но если ты не принимаешь, значит, всё. Всё. Вырвало мужичком. То есть поехало к маме. Ну, то есть неправильное понимание жизни, неправильное понимание вещей. То есть если человек неправильное отношение строит, у него внутри тоже всё не так, как надо, развивается. Итак, солнце. То есть это важная тема, особенно в Ташкенте. Почему? Потому что солнца очень много. И человек должен учиться позитиву, потому что солнце внутри человека — это радость. Или если не радость, то ты ничего не сделаешь с собой. Ты будешь обижаться, гневаться, потому что это тоже энергия солнца, но не усвоенная в организме. Понимаете? Если солнца много, ты нагрелся и дальше... А-а-а! Вот. А надо радоваться. Понимаете? Поэтому люди должны быть доброжелательные в южных странах. Или агрессивные. И вот смотрите, если вы на юг поедете, юг, допустим, да, смотрите, люди или сильно доброжелательные, добрые такие по природе, или сильно агрессивные, у них как пена изо рта идёт. Могут просто порвать человека. То есть два варианта. Они становятся очень, очень сильно противоположными, люди становятся на юге. Почему? Потому что много солнца. А надо к солнцу относиться правильно, и тогда всё будет классно, понимаете, в вашей жизни. Чего светлее станет? Значает счастливее, светлее. Не то, что мы будем удивляться чудесам, но и раз солнце светит сильнее будет. Счастливее станет. Хотя, если говорить о погоде и природе, я заметил очень много уже в своей жизни, что она на тебя реагирует. Вот, допустим, я очень люблю вас и Ташкент. Я когда ехал сюда, я с любовью ехал. Чувствовал счастье. И когда я приехал, то город на меня среагировал. Как среагировал? Тучками, дождичками. Так или нет? Он мне говорит, я тебя тоже люблю. Вот и всё. Понимаете? И это факт, так это бывает. Вот поверьте мне, это так бывает в жизни, что природа, она взаимностью отдаёт. Но если мы ничего не любим, тогда, значит, не будет этой взаимности. Энергия воды, энергия Земли, энергия Солнца. Воспалительные процессы в организме. Не хватает жизнерадостности. Режим дня. А если жить по солнечным часам, то станет на Земле ещё светлее. Что значит жить по солнечным часам? Важно знать, что если ты живёшь на юге, то надо вставать пораньше летом, не попозже. Потому что если ты встаёшь попозже, то тебя перегреет. То есть солнце, когда поднимается, ты должен в это время уже быть бодрым, потому что иначе... Солнце поднимается, ты тоже должен подниматься. Если ты не поднялся с солнцем, то в тебе копится агрессия, раздражительность, напряжение. Человек переспал, встаёт с плохим настроением. Означает перегрелся. Это всё потом идёт в воспалительные процессы. То же самое, понимаете, если не вовремя спать лёг, потому что ещё одна энергия, энергия Луны, она охлаждает человека. Если человек не лёг спать, допустим, в полдесятого, в десять, то он не может охладиться, потому что он потерял это время, когда человеку сон даёт Луна. Она даёт также энергии любви, поэтому вечером нужно общаться с семьёй, с близкими людьми. Они продолжают свою работу, успеетесь наработать. Жизнь-то проходит, когда мне любить детей вечером. Потому что свет Луны, когда выходит, начинается взаимодействие друг с другом. Это энергия любви, свет Луны, энергия доброты. Луна-Луна, цветы-цветы, нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. То есть, друзья и доброта — это энергия Луны, понимаете, общение нужно. Человек, допустим, у женщины страдают гормональной функцией. Энергия Луны, энергия воды — это одно и то же. День — это солнце, ночь — это вода. День — это жар, ночь — это холод. Ну то есть, есть энергия женская, энергия прохлады, она успокаивает, расслабляет, даёт человеку счастье. А есть мужская энергия, энергия огня, жара. И нужно, чтобы была гармония в жизни человека. Если, допустим, вы чувствуете, что у вас много воспалительных процессов, у вас пессимизм в сердце, гневливость, обидчивость, это значит, что нужно вовремя вставать, мои хорошие, вовремя ложиться спать. Иначе не будет баланса в жизни. Если у вас, ну, воспалительный процесс, значит, вы поздно встаёте с постели. А если у вас перенапряжение, вы сильно напряжены, это значит, поздно ложитесь спать, потому что луна расслабляет. И она расслабляет только того, кто спит. Если человек не спит, он с луной не контактирует. Чтобы сконтактироваться с луной, надо или общаться по-доброму, то есть расслабиться в общении, или расслабиться в постели. Понимаете? И это касается всего в жизни. Надо всё знать, как делать вовремя. Например, если человек за ним зачинает ребёнка утром, ребёнок рождается чувствительным. Если же начинает днём, он рождается болезненным. Если же начинает вечером, ребёнок рождается с психиком, с отклонением. А если же начинает ночью, рождается здоровым. Потому что ребёнок должен рождаться под светом сильной луны. Луна даёт синтез. Она синтезирует. Понимаете? У нас в организме с 12 ночи до 12 дня идёт распад веществ в организме. А с 12 дня до 12 ночи идёт синтез. Поэтому если человек очень поздно кушает и хочет похудеть, это невозможно. Кушать надо раньше, если ты хочешь похудеть. Потому что, чтобы было больше распада в организме. И в первой половине дня, чтобы этот распад увеличился, нужно двигаться. Поэтому человек, который с утра не ходит, не бегает, он не может быть здоровым по определению. Потому что он, у него скапливается всё ненужное и никак не переваривается. Понимаете? Это не обязательно должен быть толстым. Могут быть токсины или простуды у человека. Воспалительный процесс означает тоже непереваренная энергия в организме. Итак, следующий вид энергии, который нам не хватает, а ещё раз повторяю, организм сам решит, что ему нужно. Поэтому нам просто нужно на свежий воздух и в первую половину дня. Потому что, когда солнце восходит, это время для лечения. На восходящем солнце происходит молитва, все виды оздоровительных практик. Всё, что связано со здоровьем и с работой над собой первая половина дня. День предназначен для труда, на благо людей, а вечер для семьи. Вот так устроен режим дня. И если жить по солнечным часам, то станет ещё светлее почему-то, потому что ты не тратишь здряй энергию. Вот для того, чтобы молиться вечером, надо колоссальной силы истратить. А утром у тебя само получается. Для того, чтобы пищу переварить в обед, вообще не надо напрягаться, потому что солнце всё переваривает, когда оно в зените стоит. Солнце садится, пища не переварится нормально. И тебе, что её переварить, нужно очень много энергии своей личной тратить. Та же самая энергия, которая идёт у вас на то, чтобы на компьютере работать, допустим, решать вопросы какие-то жизненные. Это тоже солнечная энергия. Вы после четырёх, допустим, поели обед. Всё, вся эта энергия солнечная, которая нужна для работы, идёт куда? В живот. И поэтому человек, который поел слишком поздно, солнце уже не переваривает. Понимаете, если вы в обед поели, вы будете работать хорошо весь день, у вас будет хорошая работоспособность, потому что солнце всё переваривает. Но если вы поздно поели, солнце садится. Когда оно садится, её сила слабеет. Переваривать нечему. Значит, у вас вся умственная энергия идёт в переваривании. И через 40 минут после еды сначала наступает первый синдром, называют застывшая строка. Ну, то есть человек смотрит на компьютер, читает, читает, 40 минут засекания, проходит так. И он не может понять даже, что он не соображает представлять. Так быстро выключаются мозги. Он читает и не может понять, что он не может прочитать. Потом дальше следующий симптом называется симптом кивка. Ну, то есть энергии ума ещё меньше становится. И он такой, на работе такой. Энергии не хватает. Всё бы ушло на пищеварение. Все ушли на фронт, понимаете? В городе никого нет. Все ушли на фронт. Вот, всё ушло на пищеварение, поэтому... Вот, и дальше, если он совсем прям, особенно плова, очень много поел, на ночь, вечером, зерновая пища, потому что, ещё раз смотрите, очень важно понять. Каждая пища переваривается там, где она созревает. Золотые колосья хлеба до краёв им полны солнцем. Понимаете? Зерно созревает по цветам яркого солнца, поэтому переваривается лучше всего в обед. Поэтому и лисы, и хлеб, всё зерновое надо есть в обед. А вечером нужно есть овощи, потому что овощи созревают по цветам луны. Огурчик, допустим, утром пришёл, он такой большой. Почему? Потому что он вырос ночью. Они ночью растут, потому что по цветам луны все овощи созревают. Понятно? И поэтому они перевариваются вечером хорошо. И в обед тоже. Вот. Но не утром. А зерно переварится в обед. А утром переварится то, что над восходящим солнцем созревает, это фрукты. Вот когда солнце, солнце только, когда лето только начинается, то все фрукты сразу развиваются. Почему? Потому что они созревают на восходящем солнце. Мы видим очень много фруктов летом, да? Солнце восходит. Солнце заходит, уже ничего не созревает. Вот. Корнеплоды можно есть в обед, можно есть в первую половину дня. Орехи можно есть весь день, потому что они все время созревают. Вот. Понимаете, надо знать, что всё связано с солнцем, как переварится. если вы на ночь плова наелись, то и очень сильно, то у вас после синдрома кивка появляется ещё одна вещь. Ну, на компьютере незаметно, потому что вы тряпочкой его вытираете. Но если бы это была книга, да, вы, допустим, листаете книгу, и там жёлтое пятно такое внизу книги, это значит, что кто-то обожрался плова после обеда, и потом он такой читает эту книгу, так, потому что рот открылся даже. Понимаете, и оттуда слюна выделяется, потому что идёт пищеварение. И жёлтое пятно. Понимаете? Вот так вот. Можете, как Шерлок Холмс, легко понять, что произошло. Листая книга. Я с вами шучу, чтобы вы не скучали. Редактор субтитров А.Семкин